Появятся ли в Нарьинмарских автобусах валидаторы? Целесообразно ли тратить на ремонт крыши 14 миллионов рублей? Что делать со школьными автобусами, которые уже два года стоят без дела? Эти вопросы стали ключевыми в ходе рабочей поездки главы региона в городское ЭТП. Александр Цибульский проинспектировал территорию автотранспортного предприятия и пообщался с руководством. Подробности прямо сейчас. Осмотр единственного в Нарьинмарях автотранспортного предприятия глава региона начал с гаражных боксов. Технические помещения, а многие из них построены несколько десятилетий назад, силами ЭТП поддерживаются в пригодном состоянии. Для автобуса большого класса здесь у нас лязы, ну и вот один МАЗ у нас есть, стоят. То есть вот это вот наше... Они все на ходу? Да, да, да. Последнее приобретение, скажем так, то есть последняя недвижимость, которая была построена. Поэтому вот в хорошем состоянии, твердое покрытие, хорошая крыша, не течет, тепло. Все хорошо. Беспокойство у руководства автотранспортного предприятия вызывает лишь один из гаражей, где протекает кровля. На ремонт крыши требуется 14 миллионов рублей. Это по смете. Я уже просто честно говорю, у меня уже не хватает ремонта. Ну у нас деньги, давайте считать их начнем. Нет, мы же обычная крыша, там все балки, все есть. Я понимаю, там, это просто взять, положить профлист, положить туда утеплитель и набить 4 доски. Ну что здесь 14 миллионов делается? Давайте сметы проверять будем. Мне кажется, у нас сметчики не профессиональные, мы ее проверим. Либо злоумышленники. Ознакомился глава региона и с автопарком городского АТП. Сегодня на пассажирских маршрутах задействовано 30 единиц техники. Имеются на балансе предприятия и 4 школьных автобуса, которые вообще никак не задействованы в работе. Вот два года они вообще с места не трогались. Так может их как-то перепрофилировать? Ну, мы ждем до следующего года, в следующем году им 10 лет исполняется. То есть на них уже нельзя будет детей возить. Поэтому мы меняем сидения, там сидения детские же стоят. То есть меняем сидения на нормальные, вот, и запускаем их на пассажирский перевоз. В ходе рабочей поездки Александр Цибульский поинтересовался и о судьбе валидаторов, которые до сих пор не появились в городских автобусах. Выяснилось, что в модуле, которые закуплены предприятием в партнерстве с Ненецким информационно-аналитическим центром, не интегрирована связь с банком. Поэтому они не могут принимать бесконтактные платежи. Весь вопрос уперся в деньги. То есть надо 800 тысяч и все. Проблемы решить серьезно. 800 тысяч проблем решится, и мы говорим, что это невозможно. Вот. И мы уперлись в нее, про нее год говорим. Он мне не докладывал, мне Мурадов говорил, что мы достигли понимания, но не понимают, как сделать платеж. Если это вопрос 800 тысяч, чтобы это с карточкой, давайте найдем 800 тысяч. Впрочем, руководство АТП заверило, уже в этом месяце в городских автобусах можно будет оплачивать проезд по Безналу. А социальные карты планируют запустить в феврале 2019-го. Алина Ваучейская, Сергей Качегов, Телеканал Север.